Если вы, друзья, интересуетесь, где это все на карте находится, вот мы сейчас въезжаем в город, который называется Брэндвуд, выезжаем мы с заправки из городка, который называется Антиок. Видите, нам не скучно, тут девушка с нами разговаривает. Значит, город Антиок. Какие тут еще вот вокруг города? Окли, это мы выехали. Окли, да. И Антиок, Брэндвуд. Дискавери Бэй тоже считается. Дискавери Бэй это прямо город? Это куда мы, да, там мы поедем. Так, а Дискавери Бэй это, можно сказать, такое курортное как бы место, там залив, да? Это искусственно созданный городок, Венеция, скажем так, с выходом на воду, на Сакраменто-реку, в Дельту, и потом, если есть желание, вакуироваться. То есть, вот такие у нас кварталы, улицы чистенькие. То есть, ты живешь, подожди, у тебя, выходишь на Бэкьярд, и у тебя там фактически, как бы, небольшая пристань, собственно, стоит катерочек, ты можешь сесть на него и двигать в реку Сакраменто. Да, наверное, мы через минут 20-30 приедем, съездим туда и как раз увидим у ребят, у наших друзей, вот такой как раз домик. А для них спотичь, как-нибудь, вот это переговорное устройство. Это с сотового телефона, он подхватывает глютусно. Да. Вот такие комьюнити, вот они строят такими комьюнити. Где-то еще пуля осталась. Есть еще где построить, вы видите, друзья. Ну, при том же личном кризисе, который происходит в Кремниевой долине, конечно, слава богу, что есть такие места, где там 50 миль, что, в общем-то, и недалеко. На самом деле не хватает просто хороших хайвеев быстрых, скоростных, чтобы отсюда можно было там за полчаса, за 40 минут таки добраться до Кремниевой долины. Вот мы ехали сюда в воскресенье, но это правда в субботу, выходной день был, и пару раз мы где-то в какие-то пробочки попадали. То есть в итоге мы вместо того, чтобы доехать за час 15, мы доехали за два. Так, а что там слева? Миша, посмотри, вот этот зеленый газон, длиной примерно, я не знаю, кварталов 30, наверное, 20. Вот этот газон? Вот по нему идет дорожка, здесь люди бегают, вон человечек бежит. Да. Очень приятно, собак выгуливают. Специально, тут очень много в этой инфраструктуре, очень красиво и удобно многое сделано. Но тут и магазины, и школы, да? Мы повернем, скажем, на эту улочку, когда проехал машинку. Направо. Имперская авеню. Чтобы было понятно, какие здесь улицы. Вот, имперская авеню, друзья. Что тут имперского? Уже все свеженькое, современное, такое, чистенькое. Да. Но эта улочка уже чуть постарше, наверное, судя по деревьям, ей лет, наверное, 20. А название улиц, друзья, абрикосовая. А, ну и как. Так. А это название комплекса на углу. Видите, там что-то такое не пишется. Стерлинг. Пиннакл, да? Вот это название комплекса вот за этой стеной. Они огороженные. Такие стенами территории, но, можно сказать, безопасные. Чистенькие. Хорошие. И все это, в общем, нельзя сказать, что это Кремниевая долина. Правда, это было бы не точно. Или можно? Да нет, наверное, это не Кремниевая. Немножко в стороне. Не Кремниевая. Немножко в стороне. Но работать можно ездить и туда. Очень многие люди, я знаю, сейчас работают из дома. Или там, скажем, частично из дома. Там пару дней туда, пару дней сюда. Здесь такие тоже есть. Но, в принципе, конечно, та работа, которая есть тут локально, там где-нибудь, в магазинах. Понимаете, это не работа, с которой можно купить дом там за 600, 700, 800 тысяч. В принципе, вот здесь так стоит. Но, Толик, а квартиры тут есть? Или только дома строят? А, аренда? Квартира, что бы. В аренду. В покупку. В аренду. В аренду. В аренду. В аренду, в покупку. Но, если есть покупка, наверное, можно и снять тоже. Ну, да. Ну, купить, да. Купить можно? Можно, конечно. Почем квартира? Кстати, у ребят, к которым мы сейчас едем, у них есть конда. На озере тоже у нас здесь Озерко. Тоже со своим причальчиком. И у них, я знаю, даже там много русских семей имеют. Это как дачу. Ну, у водички многие любят, конечно. Да, у них стоит там лодочка и двухкомнатная квартирка. Они приезжают на выходные. А вот почем могла бы стоить квартирка? Я думаю, на порядок дешевле, чем в Кремниевой долине. Но, я думаю, за 250 может быть. Если дом стоит, например, 600-700 тысяч, новые дома, вы здесь можете купить новые дома за 600-700 тысяч. Я просто посмотрел на объявления, я их самих не видел. А вот тут впереди написано, трилоджи. О, это интересное место. Это комьюнити для людей, которым за 55. Причем это вот такой high, high quality такое. Да. Написано от 500 тысяч. Посмотри, новые дома от 500 тысяч. Наверное, за 500 вы не захотите. Может быть, за 650. Ну, 700-750 будет хороший домик. Очень хороший домик. И если вы моложе 55, то вам не продадут. Так получается? Да, но если есть один человек в семье, который 55+, уже всей семье продают. То есть, вот мы со Светой могли бы, но нам пока ни к чему. Мы все-таки работающие. Ну, тут здорово. У них все есть. У них и бассейны, и теннисные корты. Медицинское сложивание там есть на кампусе? Там рядом госпиталь. Но, в принципе, это же не для стариков, в смысле больных. Или какие-то... Теннисный кортик там есть? Все есть, да, да, да. И чудесное там, очень хорошего качества. Там 2 или 3 бассейна. И даже там есть такой центр, где делают маникюр, там педикюр, массаж. А как же, друзья, пенсионеру, пенсионерке без маникюра и педикюра? Да, там же и боток сделают, там еще что-то. Большое... Это действительно... То есть, есть... Многие богатые люди. Есть чем заняться, как раз. Продавая дома в Силипоновой долине. Получая много денег. Приезжают, покупают этот домик. А тут час езды, если, допустим, не... Если хотят, да. Если не ехать в самый трафик, так тут час езды. То есть, можно и детей навести. Все зависит от того, как и на работу можно ездить не в часы пик. Да. Если ездить, допустим, не в 6-7 утра, а ехать в 10 утра... Слушай, ну технари не едут в 6 утра, все-таки там, в софтверные компании. Многие едут в 10-11 и работают до 7-8 вечера. Это очень обычное дело. Да, и тогда приезжают. За час сюда можно... Погоди, но ведь ты тоже где-то работаешь в долине, правда? Да, я работаю с краю долины. То есть, поближе. Плезентон, да. А сколько до Плезентона здесь езды? До Плезентона... Близко совсем. Здесь два пульта, 40 миль это. 40 миль, ага. 40 миль я, если хороший трафик, ну за 40 минут езжаю. Нормально, но тоже не каждый день. Я работаю, да, один-два раза в неделю. А остальные, я из дома работаю. А можно сказать, что тенденция такая, что все больше и больше таких работ, где можно там пару дней работать из дома. Вот я вижу, что... У меня много друзей так работают. Да, да, многие так. В начале, когда человек устраивается на работу, молодой, ну, наверное, ему нужно себя проявить, как-то показать. А когда он уже представляет ценность для компании, безусловно, и компания понимает, что он работает из дома. Работает, а не дурака валяешь. А как вот... Я слышу, что есть софтвор, который позволяет контролировать человека, как он там дома работает. Ну, вообще, вот как они знают, что человек действительно дурака не валяет? По результативности или они как-то контролируют процесс? Вот бремя, сколько он там по клавиатуре штучит? Ну, есть какие-то способы? Существует несколько вариантов контроля. Да. Начиная с... Ты же сам преподаешь и знаешь, что такое скрам, что такое юзер-стори. Да. И под эту юзер-стори пишется tasks, и ты должен отчитаться за эти tasks, которые ты сделал, и в конце итерейшена своего ты должен демо какое-то сделать, показать, что ты сделал. Ну, то есть на самом деле, просто по результату. Ты не отсидишься в углу. Ну, наверное, скорее всего так, но я бы не сказал, что тут как-то следят за людьми. Доверяю, как же это да? Да, американцы много доверяют. Кстати, есть некоторые эмигранты, которые этим пользуются. Они приезжают и говорят... Вот эти... По карлокартам, да. Да, как здорово. Тут же ничего никто не проверяет. Я могу сказать, что на самом деле это действует дисциплинирующе. Потому что когда ты видишь, что тебе доверяют, то уже надо быть редкой скотиной, чтобы, допустим, подорвать доверие. То есть ты начинаешь себя чувствовать более таким... Ответственным, что ли? Я даже не знаю. Для меня так действует. Да. И кроме того, вот говорят же все, это факт, что все же это... Америка это мелкинг пот. И человек, приезжающий сюда... Приезжает один человек, а через некоторое время он уже становится потихоньку другим. Что это правда. Улица называется Discovery Bay Boulevard. Да, вот мы сейчас как раз и объезжаем в Discovery Bay. Какой-то комплекс называется... Или это город прямо? Это все это город, да. Такой городок. Тут много улиц есть. Дома, на которых имеют бэк-ярд, выходящий на воду. Так, а где вода сама? Вот где река? Где? Вот, и, кстати, очень много знаков, что Open House сегодня. Да. Ну, мы сейчас подъедем к ребятам. А у нас они подскажут, что... У нас тут еще друзья живут. Да, мы сейчас к ним заедем. Discovery Bay. Да, они и тут... Это тоже город, да? Discovery Bay тоже город. С точки зрения удаленности от Сан-Франциска. Мы сейчас дальше от Сан-Франциска? Да, мы на 20 минут отъехали в сторону. Ага. Вот эти таблички, вы видите, вот там стоят таблички. Вот их тут три. Три таблички на одном углу. Говорят, вот тут у нас... А вот четвертая. Справа четвертая. Езжай, говорит, туда. Ох, тут закрытая комьюнити с пропускной системой. Здесь дома, вот, по-моему, это с водой тоже. Мы не видим воды немножко за холмиком. Да. А вот тут есть и клубы, и тоже у них есть и теннисные корты, и ресторанчики, пара ресторанчиков есть у них. Сход в таком месте есть то, что называется, например, в обычном понимании, даунтаун. Как бы центр с торговыми улочками, там, с ресторанчиками. В этом нет, это чисто как спальный район. Еще, или это... Слушай, много продается. Слушай, дворец правильно. Ты знаешь, как продается? Сейчас мы посмотрим, мы муж и все. Продали. Ох, ты красотища, да? Ага, тоже Флорида. Натурально Флорида. Гольф есть тоже. Друзья, а какие тут вот примерно, допустим, расценки? По-моему, школа у них, да. Почем тут? Это подороже или подешевле Брэнтвуда? Здесь зависит от того, выходит вон на воду или нет. Наверное, ты чувствуешь разница с водой, да? В одном, да. Стура есть. А у ребят есть выход на воду, да? Да, у них есть. Можем показать, как это выглядит. Если они не будут возражать. Надеюсь, что я не запутаюсь. На самом деле, друзья, люди вообще чувствительны к тому, чтобы... Вот как раз на лодочке кто-то приехал. Здесь не обязательно, извини, мешай. Здесь не обязательно жить. Здесь есть у них спуск на воду. Люди сюда приезжают и сходят на воду. Отлично. Многие люди не любят, когда там публично их дом где-нибудь там сверкает на ютубе. Поэтому мы так в этом плане аккуратненько. То есть, нельзя... Вот, кстати, можно навязывать. Ты видишь, где мы едем? Да, вот карта. Вот как раз мы едем по улочке. Да, это вода со всех сторон. На право и на лево имеют выходы на воду. Как Марина какая. Куда же есть? Ну, вот и это. Так. Я кажется... А мы пытаемся вот именно к ребятам. Я да не по той улице точная. Вот вы видите, как... Я пытаюсь куда-то выехать. То есть, действительно, такое ощущение, что у них там сзади в Бекьярде водичка уже. Судя по тому, что вот тут на карте. Улиц больше нет. Улиц только одна. Я явно езжу не там. Так, так. Название улицы-то есть у нас? Так, Дрейкс. Или вот тут их улица. Может быть, даже это и улица. Вот, друзья, смотрите, какие домики. И спросите меня, друзья, кого ждут эти домики. Я вам отвечу. Вас. Это, в общем, совсем не то же самое, что в Кремниевой долине. Вот, смотри, как красиво. Около домика. Да. Стоит. Павел. Скульптурная группа. Да. Мальчик с рыбкой. И вот тут прямо у тебя может под окном плавать осетр. Если хочет. Можно прикормить рыбу и прямо вот, можно сказать, с бэк-ярда ловить. Ты знаешь, в чудо надо верить. Вот этот дом. Вот мы и приехали. Вот мы, друзья, находимся на бэк-ярде. Наконец, мы прошли насквозь дома. И вот это, вот этот самый Discovery Bay. Тут лесенка такая. Вот вы видите, с калиткой лесенка. А там, наверное, можно запарковать еще одну яхту. Вот здесь справа одна стоит на понтонах. Тут вот и доски. И вот они так живут, люди. Понимаете? Посмотрите, вот на этой стороне, на той стороне. Вот это Discovery Bay. Прикольно, правда? Очень-очень ничего. И вы видите, что на этих деках, на этих палубах они... Там и столики, и стульчики, и барбекю у них. И тут же вот спустился к воде. Шикарно. Вот такой просто образ жизни. Вы видите, друзья, карту вот этого Discovery Bay. И здесь улочки. И вот оно все. Вода, 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 вода. И дальше они по каналу уходят в речку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин